В рамках Года русской культуры в ДНР проводится целый ряд мероприятий, как культурно-развлекательных, так и образовательных. Например, в минувшую пятницу в Центре детского и юношеского творчества состоялся научно-методический семинар для учителей русского языка и литературы. Около полусотни харцизских педагогов собрались в ЦДЮТ, чтобы послушать одну из лекций цикла «Русская правда». Тема лекции – основные особенности когнитивного подхода к изучению языка. Докладчиком выступил заведующий кафедрой русского языка Донецкого национального университета доктор филологических наук профессор Вячеслав Теркулов. К сожалению, школьный учитель загружен, очень сильно загружен. У него огромное количество документов, которые он должен сделать, у него классное руководство, тетради и все остальное. При этом наука не стоит на месте, она развивается. И я думаю, что учителю будет не бесполезно услышать, получить какую-то информацию, первичную информацию, популяризированную информацию, но о современных тенденциях в науке, причем в таком формате, который бы позволил ему использовать те сведения, которые он получит сегодня. По словам Вячеслава Теркулова, суть доклада – методы познания природы языка и обеспечения доступа к человеческому разуму и сознанию. В вузах на изучение этой темы отводят целый семестр. Здесь же профессору пришлось изложить весь материал всего за полтора часа, с чем, впрочем, он успешно справился. Харцизские языковеды с интересом слушали доклад и приняли живое участие в дискуссии. Мы признательны Русскому Центру за возможность встречи с профессором нашего университета. И мы считаем, что этот образовательно-культурный лекторий, который сегодня проводится, не только даст возможность пополнить свои знания, вспомнить те моменты, которые они проходили, находясь в стенах университета, когда они были студентами, но и углубить свои познания. По окончанию обсуждения темы все участники семинара получили соответствующие сертификаты.